Включу запись. Включу запись. В этом храме Мус занимается комментированием Платона и Дисиода, а в Александрийской библиотеке другие ученые-мужи собирают рукописи, расставляют их по полкам и также изучают и комментируют. И в этой великолепной цивилизации, как писал великий немецкий ученый Эдуард Мейер в начале 20 века, в этой великолепной цивилизации только один народ не желает включаться в это пиршество универсализма и космополитизма, упорно отстаивая свою особость, свою избранность и свою ненависть к окружающим. Этот народ иврей. На самом деле все не так просто. Все не так просто для начала со стороны эллинов. Эллины, конечно, допускали эллинизацию, ибо иначе их царство не устояло. Но эллинизация это была с условием для того, чтобы получить права члена гражданина полиса, надо было быть богатым, знатным и заслужить доверие начальству. Кроме того, эллинские полисы, раз уж они создавались, отстаивали свое эллинское достоинство и свою чистоту крови, чистоту крови и чистоту нравов. Ибо кровь и нрав уже в эту эпоху были связаны в сознании. В правлении Августа в Рим отправляется делегация из Александрии Египетской с просьбой к Августу учредить в Александрии городской совет, который будет наблюдать за тем, чтобы люди не воспитанные, не культурные, а моральные не старались войти в Александрийское гражданство и тем самым замарать чистоту этого гражданства, его культурность и его моральность. И кто же эти люди, которые старались войти и замарать, это египтяне и евреи. Между прочим, Полибий, который полтора века до того писал об Александрии, уже тогда писал, что александрийцы, гордящиеся своей цивилизованностью, чистотой, они смешанный народ, потому что там все, кто угодно, смешались. Так что со стороны эллинов здесь все не так просто. Я вам в прошлый раз говорил, что цивилизация эллинистическая была основана на разделении эллинов и варваров. Эллины сверху, варвары снизу. Эллины белая кость, варвары черная кость. Поэтому эта цивилизация оказалась такой непрочной. Поэтому она рухнула под ударами ислама, и наступила исламская цивилизация, где этого разделения уже не было. Где все были мусульманами, все были, по крайней мере, на Ближнем Востоке арабами. Все арабизировались, говорили на арабском языке. Не было этого раскола по языку, раскола по цивилизации. И вот цивилизация оказалась гораздо устойчивей. Вот со стороны эллинов. Теперь со стороны евреев. Насколько они были ненавистники универсализма, ненавистники космополитизма и всех других народов. Действительно, в иудаизме существовали два начала. Конфликтные между собой. С одной стороны, еврейский народ, Израиль предполагал себя избранным Богом. Причем избрание это было не по заслугам, не потому что Израиль чем-то это заслужил. Но, во-первых, потому что отцы патриархи Авраам, Исаак, Иаков заслужили. Авраам поверил Богу, вышел из своей страны, из своей семьи, из своего имущества и отправился в землю, куда ему приказал Господь идти. И принес в жертву Богу своего сына, единственного и любимого. Из-за этого Бог собирался его облагодетельствовать, размножить его потомство как звезды, как песок морской и отправить его на 400 лет в египетское рабство. Но потом, правда, дать этому самому потомству землю Ханаан, которая оказалась тем самым обетованной. И это избранничество, без всякой заслуги со стороны этого потомства. Во второзаконии это понимается иначе. Бог избирает евреев с условиям. Моисей говорит Израилю, вот если вы будете исполнять заповеди, то вы будете народом священников, народом избранным, вы будете святым народом, а если не будете, на вас обрушатся многочисленные наказания. И впоследствии пророк Амос говорит Израилю от лица Бога, вас я избрал, с вас и спрошу. То есть это еще та избранность. Впоследствии один из персонажей Шалома Лейхома говорит Богу, Господь не мог бы ты избрать кого-нибудь другого. И это избранность, опять-таки избранность жены, я вам об этом говорил. Израиль – жена Бога, он избирает себе жену, то есть Бог избирает себе жену. Бог заключает с женой брачный договор, брит, завет. Документ, свидетельствующий об этом договоре, это Тора. Но этот же документ может превратиться в гет, в разводное письмо, если Израиль не будет соблюдать условия договора. И в этом смысле Израиль избран. Когда Израиль возвращается из Вавилонского пленения, то избранность, это и отделенность еще более усиливается. Они усиливаются, я вам об этом рассказывал, на фоне всеобщего усиления, опять-таки, эгоизма полисов, отделения гражданства от негражданства и обособления гражданской общины. Но в то же время в иудаизме заложено и другое начало. Начало универсалистское. Бог еврейский – это всеобщий Бог. Он не просто Бог Израиля. Он создал небо и землю. Он создал все народы. И он правит всеми народами. И тот же самый пророк Амос, который говорит об избранности евреев, которая им, в общем-то, опасна, потому что вас я избрал с вас и спрошу. Тот же пророк Амос заявляет, вы ничем не отличаетесь для меня от филистимлен, которых я вывел из Кафтора, то есть Кипра, от арамеин, которых я вывел из Кира, вас я вывел из Египта. То есть все, в конечном счете, народы ходят перед Богом. И этот конфликт, вот в ту самую эпоху, персидскую эпоху, когда отделенность евреев, Авдалян, отдельность, она выступает с полной силой, когда Эзра и Нехемия требуют разорвать брачные узы, связывающие евреев с неевреем. В это же самое время появляется потрясающее совершенно произведение, книга Руфи. В этой книге рассказывается о моавитянке Руфи, Рут, которая была замужем за евреем, а затем, когда этот еврей умер, вместе с его матерью, которую звали Наоми, отправилась в землю Израиля, и сказала своей свекрови, твой народ, мой народ, твой бог, мой бог. И она была вознаграждена, ее взял себе в жены Боас, родственник Наоми и знатный человек в Вифлееме, в Бет-Махиме. И от нее родился и от Боза родился Овод, от этого Овода родился Ишай, а от Ишая родился Давид. Таким образом, царь Давид оказывается у нас потомком моавитянки. И это те самые моавитяне, о которых в Торе сказано, что даже в 10-м поколении они не могут войти в сообщество Израиля. То есть даже потомство смешанное израильтянина и моавитянки в 10-м поколении не станет евреем. Как же быть с тем, что сам царь Давид потомок моавитянки? И далее у нас после возвращения опять-таки из Вавилона пророчествует Захария, который с одной стороны упрекает евреев в том, что они женятся на иноплеменных женщинах, а с другой стороны говорит, разве не единый у нас у всех бог? Разве не один бог создал нас всех? Так если один бог создал нас всех и единый у нас у всех бог, то как же нам тогда быть с разделением? Это конфликт, заложенный внутри иудаизма, так же, как и заложенный внутри эллинизма. Эллинизм пытался его преодолеть с помощью эллинизации, иудаизм пытался его преодолеть с помощью ги-юра, иудаизации. Но это преодоление, конечно, было номинативным, было очень шатким и хрупким, потому что конфликт оставался, и это внутренний конфликт, это не только внешний конфликт, это внутренний конфликт. Как этот конфликт развивался в условиях эллинизма? Он развивался по-разному в диаспоре и в земле Израиля. В диаспоре евреи оказались удивительно способными к расселению по всему эллинистическому миру. Собственно, они стали народом диаспоры еще в Персидскую и даже в Вавилонскую эпоху. И когда Греки пришли на восток, евреи хлынули из своей бедной скалистой земли, хлынули по всем сторонам света, заселили Александрию, заселили Антиохию и прочие великие города. И в этих городах они проявили удивительную способность к эллинизации, к оккультурации, к перенятию господствующей культуры, к изучению не просто греческого языка, ибо они моментально забыли и арамейский и иврит в этих космополитических центрах и перешли на греческий язык, но и к изучению Платона, Зенона, Гомера, Дисиода, всей греческой премудрости. Мало того, что они перевели на греческий язык Тору, и это так называемый перевод 70-ти толковников, Септуадинта, но они и создали на основе этого греческого текста Торы, создали свою еврейскую философию, которая была построена на той же самой Торе и на Платоне, и на Зеноне. Пытались создать синтез того и другого. Вот эта вот стремительная оккультурация евреев в диаспоре, вместо того, чтобы сблизить их со всеми народами, которые рядом с ними жили, на самом деле создала между ними и другими народами, среди которых они жили, фантастический конфликт. Суть этого конфликта выразил немецкий ученый Момзен, Теодор Момзен, во второй половине XIX века, когда он писал о евреях в классической древности. «Тогда, — говорит Момзен, — истоки антисемитизма были такие же, как сейчас. Причина антисемитизма лежала в фантастической способности евреев становиться такими же, как все, одновременно оставаясь евреями». Действительно, вот при такой фантастической оккультурации, которую мы наблюдаем не только в ленистическую эпоху, но и в новое время, в Германии, в России, во Франции 19-20 веков, при такой фантастической оккультурации, когда евреи изучали дьеты, писали стихи на немецком, писали стихи на русском, в это же время евреи по-прежнему оставались евреями. То есть оккультурация не приводила к ассимиляции. Не приводила к ассимиляции. Живя в Александрии, изучая Платона, они не хотели и не могли участвовать в физических процессиях. Они не хотели и не могли выдавать своих дочерей замуж за греков. Они не хотели и не могли есть на перах ту пищу, которую ели их соседи, потому что им надо было есть только кошерную пищу, что неминуемо создавало фантастическую неприязнь и фантастический конфликт. Если бы они просто жили в гетто, этот конфликт был бы гораздо меньше. Но ведь и гетто тогда не было. И одевались они так же, как все остальные. Это и есть сущность начала антисемитизма в древнем мире. Вот это вот оккультурация без ассимиляции. Но кроме того, что возникает страшная ненависть к евреям, антисемитизм, одновременно возникает некая шизофрения внутри еврейского интеллектуального сообщества. Памятник такой шизофрении это произведение 2-го столетия до нашей эры, конца 2-го, 30-х годов 2-го столетия до нашей эры, которое называется «Послание Аристея». Послание Аристея – это то, что называется псевдоэпиграфом. То есть ложный автор этого послания. Потому что Аристея, автор этого послания, провозглашает себя Эллином или Македонинином, придворным Толемея 2-го Филадельфа, правившего в начале 3-го века до нашей эры. И в действительности это не так. Как выяснилось, исследователи выяснили еще в 17 веке и позже, написал это вовсе не эллина, а еврей, и написал на столетие с лишним позже. О чем там идет речь? Речь идет о переводе Торы на греческий язык. И все начинается с того, что библиотекарь, главный библиотекарь Александрийской библиотеки, Дмитрий Фалерский, говорит царю Толемею 2-му Филадельфу, отчитывается ему, о том, как замечательно обстоит все в Александрийской библиотеке. Единственное, чего не хватает, это вот закон еврейского. А в чем же дело, спрашивает его царь, разве у тебя мало фондов для того, чтобы закупить все, что ты хочешь? Нет, говорит ему Дмитрий Фалерский. Дело в том, что они пишут своим письмом на каком-то особом языке, который даже не сирийский, то есть не арамейский. И требуются переводчики, требуются специалисты. В чем же дело, отвечает ему царь? Ведь иудеи в это время принадлежит ему же, этому же царю. Пошли людей в Иерусалим, первосвященнику Лазару, и пусть он тебе пришлет переводчик. На что ему говорит этот самый Дмитрий Фалерский, пользуясь поводом. Раз уж такое дело, раз уж ты хочешь перевести закон евреев на греческий язык и положить его в библиотеке, то совершенно необходимо великодушно освободить из рабства тех евреев, которые твой отец, Птолемей I, некогда обратил в рабство во время войн. А Птолемей I действительно, когда воевал он с Антиохом Одноглазым и с его сыном Деметрием Полиаркетом, войска проходили через Иудею, с севера на юг, с юга на север, грабили и обращали в рабство кого ни походе, потому что наемникам надо было платить. Евреи, которые не участвовали в этих войнах, были обращены в рабство, отданы воинам и проданы. А часть из них послана в гарнизоны в качестве воин. «Освободи их великодушно», говорит Аристей придворный к Птолемею, и Птолемей великодушно освобождает их. При этом Аристей говорит Птолемею, «По моему изысканию, эти евреи, они в сущности поклоняются тому же самому Богу, что и мы, только они называют его иначе. Мы называем его Дием или Зевсом, потому что Диа через него все начало жить, и Зевсом, потому что он заботится о всем живущем, о всей жизни Дзуэ». Это старая неопифагорейская платоническая игра слов, каламбур, но здесь она относится к еврейскому Богу. И вот нам еврей, который прикрывается именем Аристея, рассказывает о том, что евреи поклоняются тому же Богу, что и Эллины, то есть все мы поклоняемся одному и тому же Богу, в сущности, это верх космополитизма. Он изображает царя Египетского, который отпускает евреев из рабства. Вспомним, что в этих же обстоятельствах Моисей и Арон приходят к фараону, царю Египетскому, и просят, чтобы тот отпустил евреев из рабства, им фараон не соглашается. А здесь он прекрасный, он добрый фараон, он соглашается, он не только отпускает евреев из рабства, он еще дает за них выкуп. Все замечательно совершенно. И когда спрашивает фараон Моисея и Арона, что это за Бог, те ему отвечает Бог Израиля. А здесь ему отвечает Аристей, что это не Бог Израиля, это всеобщий Бог, это верх космополитизма. И дальше происходит перевод Торы на греческий язык. И оказывается, что перевод Торы на греческий язык это то же самое почти, что дарование Тора на Синае, и переводчики сидят на острове Форос, где стоит Александрийский маяк, и туда их проводят через дамбу Аристей, так как Моисей проводил евреев через Черное море. Таким образом, грек как бы выполняет роль Моисея. И перевод этот имеет ту же святость практически, что и Тора в Попе. Вот вот такой фантастический космополитизм, универсализм, греки наши братья, фараон, царь египетский, замечательный царь, и мы готовы служить ему всей душой. Но в середину этого произведения вставлено то, что называется Апология Торн. Когда Аристей прибывает в Иерусалим первосвященнику Илазару, он спрашивает его, вот почему так, если Бог един, то существует чистое и нечистое, существует вещи нечистые, до которых нельзя даже дотрагиваться, не говоря уже есть. И первосвященник Илазар начинает ему объяснять, почему так произошло, и почему это не суеверие, это не какая-то тупость, которую характеризует еврея Филе Тору, а это глубоко философская вещь. В чем же здесь дело? Это надо понимать метафорически. Вот некошерные птицы и животные это хищные птицы и животные. А Бог велел нам не быть хищными, не насиловать окружающих, не причинять им зло, и поэтому нам нельзя их есть. Это очень похоже на аргументы Пифагора, допустим, у Авидия в его метаморфозах насчет того, что надо быть вегетарианцами, потому что вот кто у нас ест вообще других животных, это всякого рода хищные и создания типа коршунов, ястребов, волков и прочих. Не будем как они. Но аргумент идет дальше. Оказывается, вот все эти многочисленные запрещения нечистого, есть нечистое нельзя, деваться в нечистое нельзя, все эти многочисленные запреты, они в действительности должны ограждать Израиль, ограждать евреев от неевреев. Евреев надо ограждать от неевреев. Диастели по-гречески или лавдиль на иврите. Почему же их надо ограждать? Потому что общение с людьми плохо думающими, сложными мнениями может испортить людей праведных, а мнение всех, кроме евреев, отвратительно, ибо они поклоняются многим богам. Они язычники, они многобожники. Мало того, если эллины хотя бы поклоняются каким-то бывшим великим людям, изобретателям, хотя нынешние изобретатели ничуть не хуже, то египтяне поклоняются сушеным крокодилам и вообще фиг знает кому, и всякой мерзости. И хуже того, они нарушают все сексуальные запреты, они совокупляются мужчины с мужчинами и матери с сыновьями. Здесь просто повторяется один к одному то, что сказано в 18 главе Левит насчет того, что не следуйте по законам и обычаям Египта и Ханаана, где вот такие вот сексуальные непотребствия. В результате оказывается, что этот самый космополитический псевдоаристей, который говорит о братстве, о любви ко всем, о том, что у всех один Бог, он требует отделения, он требует овдолы, диастолея по-гречески. Ну и как с этим быть? Как преодолеть вот все это? Хуже того, поскольку евреи питаются греческой философией и присваивают ее себе, для них становится понятным непонятное. Зачем идти в храм и там поклоняться, если Бог живет везде? Об этом, собственно, еще и пророкия говорили, что Бог везде и что жертвы ваши не нужны, удалите от меня звук песен ваших, лучше пусть праведность течет, как река. Зачем приносить все эти многочисленные жертвы? Зачем ходить в храм? И вот перед нами замечательный еврейский философ, основание в сущности христианского богословия, человек, на котором строится александрийская христианская школа богословская, а в сущности и все остальное в значительной степени христианского богословия, это филон александрийский, филон по гречеси, собственно, филон это с французским прононсом, который работает в конце первого века до нашей эры, в начале первого века нашей эры. И он вынужден объяснять это противоречие, как же он его объясняет? Оказывается, само по себе ничто нечисто и не нечисто, об этом говорят псевдоаристы, свинина вовсе сама по себе не нечисто, но Бог, наоборот, свинина это ужасно вкусное мясо, но Бог запретил нам есть свинину для того, чтобы мы не стали чревоугодниками, ибо она очень вкусная. А почему нам надо ходить в храме приносить жертвы, если Бог живет везде? Почему нам надо соблюдать все остальные вот эти странные обычаи, типа выгоняние козла в пустыню? А потому что если мы этого делать не будем, то мы соблазним малых всех, отделимся от общества, потому что мы-то философы понимаем, что это лишнее, но простые евреи этого не поймут, а раз так, они позволят себе просто все, они будут нарушать и другие заповеди, типа там не укради и не убей, не говоря уже о том, что они перестанут отделяться. То есть возникает такая страшная шизофрения, когда с одной стороны очевидно противоречие между философскими основаниями иудаизмом, с другой стороны очевидно противоречие внутри самого иудаизма между отделением и универсализмом всеобщности еврейского бога. И, наконец, с третьей стороны это невозможно преодолеть. Это в диаспоре. А что же происходит в самой иудее? В самой иудее происходят еще более интересные вещи. По мере того, как еврейская аристократия эллинизируется и наблюдает рассвет эллинистических государств вокруг, ей так же хочется быть, как все. И ей хочется ходить в греческой одежде, ей хочется говорить по-гречески, ей хочется быть своим при эллинских дворах, но ее останавливает вот это самое отделение Абдаля, ее останавливает особый культ, который не позволяет еврейским аристократам участвовать в греческих церемониях, приходить в храмы Зевса, в храмы Бааля и быть там своими. И вот начинается то, что мы называем эллинистической реформой. Начинается сначала очень осторожно в правление первосвященника Есона, который умудряется сбросить своего брата Онью Третьего, подкупив царя Антиоха Четвертого селивкидом, а в это время Иудея уже принадлежит селивкидом в начале Второго века до нашей эры. И он проводит ограниченную эллинистическую реформу. По его просьбе царь делает Иерусалим полисом, и там учреждается гимнасий, там учреждается эфибия, юные сыновья священников упражняются в гимназии с тем, чтобы принять участие в международных спортивных соревнованиях. Упражняются они, естественно, в голом виде, я вам уже говорил, что дюмнос это голый, греки так упражнялись, разве что одевали македонские шляпы фетровые, что опять-таки было вызовом еврейским обычаям. И это пишет автор второй книги Маковейской, это есть верх эллинизма, они эллинисмос, они пренебрегают почестями в храме, почестями священнослужения ради вот этого, этой вот эллинской глупости. А автор первой Маковейской книги заявляет, что явились сыны нечестивых, то есть вот эти эллинисты, и сказали, нам надо прекратить отделение, потому что от этого отделения обрушились на нас многочисленные несчастья. За этим следует то, о чем я не могу вам говорить подробно, это борьба, гражданская война в сущности между эллинистами и традиционалистами, так называемыми хасидеями или хасидами, хасидами внутри еврейского общества, борьба, переходящая в гражданскую войну и в преследование со стороны царя Антиоха IV Епифана. Преследование эти вызывает восстание, восстание Маккавеев или Хасманеев, собственно, род, который поднял восстание, это род Хашманаим, Хасманеев, и во главе этого восстания становится сначала Маттьяу или Матфей, глава этого рода, а затем его сын Иуда Маккавей, Маккаби, молод на Арамейском, которому удается захватить основную часть Иерусалима без цитадели, где засел Менилай, первосвященник ленистский, и очистить храм и обновить его. Отсюда возникает праздник Ханука, Ханука от Баит, обновление храма или Новоселье, 164 год до Нашер. В разгар всех этих страшных сражений происходит не просто разделение еврейского общества на эллинистов и праведников, хсидим, традиционалистов, тех, кто выступает за соблюдение заповедей, за отделение, за законы отцов, то есть за тору, но возникает разделение внутри самих этих традиционалистов, прежде всего разделение между этими традиционалистами, хасидами и правящим, точнее боевым пока что родом хасманеев, хашманаим, который борется не только за и не столько за возобновление древних ритуалов и древней веры, но естественно за власть, и эту власть получает, ибо Иуда Маковей гибнет, на его место встает Йонатан, его брат, который, маневрируя между претендентами на селефтидский престол, от селефтида в сущности получает должность этнарха, правителя народа, князя, и должность первосвященника, архиерея, Куэна-Гадоль. Затем эти должности перенимает от него его брат Симон, Шимон, которого народное собрание уже, как греческое народное собрание, провозглашает местоблюстителем, местоблюстителем вот этого самого правления, то есть он должен быть князем, саром, и первосвященником, пока не придет истинный пророк, а истинный пророк это естественно кто-нибудь знает, кто такой этот истинный пророк, который должен прийти, и на этом собственно князь должен очистить место. Истинный пророк это Илья пророк. Илья пророк это Илья пророк, Илья Ауанави, который должен прийти и провозгласить приход Мессии, Машех, Христа, как впоследствии пришел, как вы помните, Иоанн Христинный пророк, вот возникает светское государство в сущности, светское одновременно священническое, потому что во главе этого государства стоит первосвященник и одновременно князь, который постепенно, вот эти самые князья из рода Хашманаим, они постепенно начинают провозгласить себя царями. Сначала по-гречески, а затем, между прочим, и на иврите. По-гречески Василейс, Васильевс. И это государство существует до 63-го года, до нашей эры, когда его по дороге ликвидирует Гней Помпей Великий и римский полководец, который кладет конец существования Селефтидского государства, в Сирии организует провинцию Сирия, из Иудеи делает вассальное княжество и сажает там в качестве князя Геркана Второго из Хасманеев. Пока происходят все эти исторические телодвижения, из единого, может быть, когда-то, а может быть, и не единого движения традиционалистов, этих хасидим, выделяется два течения. Одно фарисей, другое есей. Им противостоит третье течение, саддукей. Вдруг еврейское общество оказывается расколотым на то, что мы традиционно называем сектами. Хотя это вовсе и не секты, это не может быть сектами, хотя бы потому, что для того, чтобы существовали секты, должна быть ортодоксия, должна быть какая-то единая вера, от которой можно отклониться. Но во времена храмово-иудаизма такого единства в сущности не было. Это была традиционная племенная религия. И невозможно было сказать, что вот это ортодоксия, а это секта. Происходит некоторый раскоп. Когда Иосифу Плаве приходится как-то называть вот эти течения саддукеев, парисеев, истеев, он не находит лучшего термина, чем слово греческое, а он пишет по-гречески, как слово греческое айресис. Айресис, в этом слове вы можете услышать еврейское слово, то есть, извините, русское слово хорошо вам знакомо. И это слово, кто-нибудь догадывается, что это за слово? Айресис. Слово ересь. Но в то время, когда Флавия писал иудействие древности, иудействие войну, оно означало не ересь, а философскую школу, выбор. Дословно выбор. Вот ты выбрал школу стоическую, стойки, или ты академик, или ты перепатетик, или ты эпикуреец. И вот точно так же с точки зрения Иосифа Флавия это дело обстоит и у евреев. Вот у нас есть свои пифагорейцы, очень похожие на пифагорейцев, это Иссеи. У нас есть свои стойки, это фарисеи. И у нас есть свои эпикурейцы, это садуки. В действительности, конечно, это не философские школы. Но тем не менее, некоторые сходства есть. Сходство состоит хотя бы в том, что на отдельные течения религиозной мысли, они становятся возможны под влиянием эллинизма, под влиянием философии, хотя бы косвенно, в ситуации, когда теоретическая деятельность, то, что Аристотель называет биостеоретикос, теоретическая жизнь, становится важнее и почетнее в конечном счете, чем биос практикос, практическая жизнь. И для евреев теоретическая жизнь это толкование Тора. Толкование Тора. Не толкование мира, как для греков, а толкование Тора или толкование, опять-таки, мира через Тору. Ибо в Торе все там, все написано. И в зависимости от того, как толкует Тору, вот эти самые школы и делятся между и делятся не просто как бы так, как делятся философские школы в Греции, конкурируя между собой, враждуя между собой, но все-таки без ненависти, а делятся с ненавистью, потому что вот та самая избранность и отделенность евреев, она теперь переходит к этим философским, псевдофилософским школам, к этим псевдо-сектам, потому что каждый из них в свою очередь уже считает себя избранной, и отделенной. Более всего считает Тах Исей, который называет себя ни много, ни мало Новым Заветом, Брит Хадаша. Само понятие Нового Завета и Нового Договора, оно восходит пророку Иеремии, который устами Бога говорил, вот я заключу с вами Новый Договор, Новый Завет, Брит Хадаша, и не такой Договор, как я заключил с вашими отцами, и тот Договор вы нарушили, а Новый Договор, при котором не будут говорить, вот Бог, который вывел евреев из Египта, а будут говорить другие вещи, да, это уже другой пророк, извините, утверждает, будут говорить, что это Бог Захария, пророк Захария, говорит, будут говорить, что Бог, который вывел что вас выявил еврей физкультурон. Значит, теперь Ессея объявляет себя Новым Заветом. Они до такой степени Новый Завет, что для них не только все другие народы, но и все другие, кроме них, сыны тьмы. Все евреи другие, кроме них, сыны тьмы. А сами они сыны Цвета. Храм, с их точки зрения, осквернен. Осквернен. И они туда не ходят. Не приносят там жертвы, не молятся. Хотя и платят туда десятину и перлинки, потому что это указано в Торе. А сами они живут в пустыне. И в пустыне они как бы возвращаются в то состояние лагеря, Махане, в котором находились их предки, вот во время исхода из Египта, стоя перед рекой Иордан, до того, как пересечь реку Иордан и войти в землю Ханаанскую, в землю Абиталан. Ессеи по писанию Иосифа Флавия это что-то вроде протокоммунистической или протомонашеской секты. У них все общее, нет своего имущества, у них нет семей, в чистоте живут мужчины и женщины, они трудятся день и ночь. Все совершенно замечательно. Они мирные, у них не должно быть оружия. Они порицают саддукеев за то, что тебя грабят и евреев, и другие народы, соседние народы. А кто такие те саддукеи, которых они порицают? Саддукеи, которых они порицают, это в сущности те же самые хосмонии, их приверженцы. И саддукеями они называются от имени Цадок. Цадок — это первосвященник, которого еще царь Давид назначил на эту должность, и потомки его как бы первосвященники, и поэтому вот аристократия священническая — это цадокиды или саддукеи. В действительности все, конечно, гораздо сложнее, потому что когда начинаешь разбираться с теми же самыми есеями, то в их рукописях вдруг обнаруживается, что они себя называют на самом деле, что они, что у них во главе них стоят сыны Цадока, священники. В ней Куаным. В ней Цадок Куаным, сыны Цадока, священники. Рукописи сами этих самых есеев, предположительно есеев, были найдены в местности Хербет-Кумран на Мертвом море, где существовало их поселение. И об этом у меня просто нет времени вам рассказывать, поскольку мы вынуждены бежать, сломя голову. Вот это есеи. Они крайне отрицательно относятся к фарисеям, которых они называют Доршей Халакот или толкователи Скольского. И это каламбур, потому что имелось в виду Доршей Халакот, толкователи Галахи. Кто же такие фарисеи? Фарисеи на иврите, прушин, это отделившись. Опять отделившись. То есть мы говорили о том, что и сея отделились и считает себя Новым Заветом и сынами Света, а всех остальных сынами Тьмы. Оказывается, что и фарисеи, прушин, также отделившись. И по какому же они признаку отделяются? Они отделяются по признаку соблюдения заповедей и учености. Фарисеи, владельцы, возвращаясь немножко к Иссеям, у Иссеев есть их собственная Тора. Кроме общей для всех евреев Торы, данной Моисея на горе Синаи, у них есть еще их собственная Тора. И это апокрифические всякие книги, типа книг Еноха, книг юбилеев, которые как бы у них тайно хранятся. У фарисеев тоже есть своя Тора. И это так называемая устная Тора. Устная Тора. Тора шибальпе. Кроме, опять-таки, письменной Торы. И это устная Тора, это школьное учение. Ибо фарисеи – это как бы школьная секта, профессорская секта. Это студенты их, профессора, учителя, которых они называют рабби, раббанан во множественном числе, и которых также называют хахамин. Сами себя они никогда не называют фарисеями. Фарисеи – это кликуха со стороны других. А они для себя раббанан, они для себя рабби, учителя. Вспомним, что Иисуса также называли рабби, и называли дидаскалюс по-гречески. Дидаскалюс – учитель – это то же самое, что рабби, мой учитель. Это учителя с их учениками, студентами, которые учат эту самую устную Тору, толкуя при этом письменную Тору. Теперь, что такое они учат устную Тору и учат и толкуют письменную Тору? Разве Тора не дала, была Моисея на горе Синае? Разве она уже не существует? Но Тора, по мере того, как менялось еврейское общество и менялось общество вокруг евреев, она становится в сущности анахроничной. Ее невозможно использовать так, как раньше, и вообще и раньше невозможно было особенно использовать, как действующий закон. Ее надо приспосабливать к существующим обстоятельствам. И ее надо толковать. И вот происходит толкование Тора. Из Тора выделяется Галаха от слова, от глагола ла-лехет, что означает ходить, ходить, поступать, поступать праведно. В русском языке это очевидный библиизм. Ходить в праведности – это то, как в Библии поступают праведники. Само слово «поступать» опять-таки относится к этому же библиизму. А второй компонент – это агада, от глагола ла-гид, рассказывать. Это моралистические получения, это новеллы, все что угодно. Вот они занимаются этим. Занимаясь этим, они в сущности демократизируют Тор. Ибо прежде Тору принадлежало исключительно священникам. Она была их достоянием. И они передавали ее от отца к сыну. И передавали просто как технические навыки. Ибо каждый был обязан как бы научить своего, каждый священник должен был научить своего сына, как приносить жертвы, как 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 приносить жертвы, как совершать богослужения. Теперь выясняется, что это может делать любой человек, любой еврей. Для этого ему надо просто очень хорошо учиться и быть талантливым. Мало того, фарисеи демократизируют богослужения. Ибо раньше существовало такое понятие левитской чистоты. Левиты и священники перед тем, как войти в храм и начать приносить жертвы Богу, должны были ручки помыть и ножки помыть. Потому что Бога надо было кормить на жертвенники. Жертвенник – это престол, стол, на котором кормят Бога, принося ему жертвы, сжигая их на этом жертву. Теперь фарисеи распространяют понятие этой львитской чистоты на всех евреев. И тогда каждый стол, обеденный стол каждого еврея, становится престолом. И каждая трапеза становится жертвенной трапезой. И к ней надо приступить, помолившись, и к ней надо приступить, вымыв руки, совершив напилат ядарим, омовение рук. Но тогда любой, любой невежда, который не помыл руки, или который пьян, или который не отдал от своего урожая десятину и первинки в храм, а от этого же урожая теперь кладет на стол хлеб или мясо, любой такой простолюдин, невежда, с ним же нельзя садиться за один стол. Не только с язычником, но и с евреем нельзя садиться за один стол, если он не фарисей. Потому что можно оскверниться. И возникает сообщество хаверов, друзей, хаврим, который называется хаворот, эти сообщества, по типу греческих сесситий, тоже у них были такого рода вещи, где пируют исключительно вот эти самые фарисеи, помывши ручки и отделив десятину и первинки. И тоже происходит отделение, естественно, все остальные евреи называют этих самых фарисеев отделившимися. Прошин, фарисеи, и, наконец, саддукей. Саддукем. Те самые саддукеи — это аристократия, это священники. В качестве священников они консерваторы. В качестве консерваторов они придерживаются того, что дословно сказано в Торе. А чего не сказано в Торе, того и нет. Например, в Торе не сказано про бессмертие души. В Торе не сказано про воскресение из мертвых. Тхиат-Метин. То есть, сказано только один раз в книге Даниила, очень поздний, второй век до Нашеры. И сказано, вот, единственный раз, что в последнее мгновение наступит вот это самое Тхиат-Метин. Да? И, соответственно, в это не надо верить. Ничего этого нет. Нет ни загробной жизни, ни воздаяния на том свете. Нет ни воскрешения из мертвых. Естественно, нет никакой устной ТО. Не говоря уже о книгах юбилеев, книг Генах. Вот у нас появляется три этих течения, которые конкурируют между собой. И эти конкурирующие между собой течения, вынуждены сталкиваться со светской властью, которая непрерывно меняется в ситуации геополитической катастрофы, которую входит в Средиземноморье в первом веке до Нашеры. Мало того, что Гней Помпей Великий ликвидирует Селефтидское царство. После его возвращения в Рим образуется знаменитый первый Триумфират Гней Помпей Великий, Юлий Цезарь, и Красс. Затем начинается борьба между членами этого Триумфирата. Еще до этой борьбы гибнет Красс в Парфии. Между Цезарем и Помпеем начинается борьба, в которой Помпей гибнет. Затем гибнет Цезарь, возникает второй Триумфират. В общем, страшная совершенно гражданская война в Риме, опустошение всего Средиземноморья. На этом фоне гибнет Хосмонейская династия Виудеи, и возникает новая династия, которая вообще не является еврейской, хотя и иудейской. основатель этой династии Ирод Великий. Ирод, собственно говоря, это византийское произношение по-гречески, это Эродес, а в Талмуде он Гордос. Этот самый Ирод Великий, сын Антипатра, приближенного хосмонейского царя Деркана Второго, и соответственно он становится царем в 37-м году до нашей эры и основывает вот эту самую династию Иродиадов. Его предки были Идумеями, которые были одним из космонейских царей, обрещены насильственным образом и добровольным насильственным образом вилдаизм. Это был народ, живущий на юге земли Израиля. Вот Ирод Великий пытается маневрировать между этими сектами, но его ожидает фантастический конфликт. Конфликт этот порожден тем, что он царь Иудейский. Он царь Иудейский. Он занимает ту должность, которую, вообще-то говоря, с точки зрения тогдашнего иудаизма, должны занимать даже не хосмонии, его должен занимать потомок царя Давида, помазанник Божий, Машех, Мессия, по-гречески Христос. Он должен занимать. Ирод, в свою очередь, видимо, ощущает свое мессианство, ведь он царь Иудейский. И поскольку он царь Иудейский ощущает свое мессианство, он не более-менее как строит Иерусалимский храм, заново, снеся предыдущий. Строит его роскошно совершенно. Вообще, царство его богатое. Он необыкновенно эффективный менеджер, он строит это самое Иудейское царь, он строит роскошный храм в Иерусалиме. При нем благоденствует в общем-то экономикам. Он друг императора Августа. Но поскольку ему все время грозит вот это его неустойчивое состояние, тоже своего рода шизофрения, я вам говорил о шизофрении евреев диаспори, здесь мы тоже встречаемся своего рода шизофрении, с развоенностью сознания. поэтому у него развивается страшная подозрительность, паранойя, которая доходит до того, что он убивает свою жену и по таламудическому сказанию он ее держит в меду, целует мертвую и чуть ли не совокупляется с ней, так он ее любит. Иосиф Лавий рассказывает о том, как он безумный бегает по дворцу и кричит и зовет ее, а убивает он ее тем же порядком, которым Оттелло убивает Диздемону, то есть по навету, что якобы она ему изменила. После этого он убивает в казни двух своих сыновей от нее, а затем еще и третьего, по научению которого он убил двух предыдущих. И император Август говорит, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Когда он умирает в четвертом году до нашей эры, его оставшийся вялый и глупый сын Архилай не в состоянии удержать власть, кончается тем, что император Август снимает его с работы в шестом году нашей эры и отправляет в почетное изгнание в Галлию. После чего делит царство Ирода на три части, две четверти он делает римской провинции Иудеи, столица которой уже не Иерусалим, а построенный Иродом город Кесария Приморская, тот самый город, из которого приезжает Иерусалим в своем плаще с красным кавалерийским подбоем Пунтий Пилат, вы помните, и стоит на балконе дворца Ирода в Иерусалиме. А еще две четверти отдает так называемым четверовластникам, тетрархам. Один из них брат Архилая, также сын Ирода, Ирод Антипа, тот самый, который казнил Иоанна Крестителя, а другого зовут Филипп. Вот династия Ирода, как мы видим, на этом не кончается. Потом в 1939 году до нашей эры император Калибова делает четверовластником внука Ирода, сына одного из казненных сыновей от жены Марианны Агриппу I, затем следующий император Клавдий дает ему царство, он становится царем иудействами, правит до 1944 года, после чего Иудея опять становится римской провинцией и так и управляется прокуратором или префектом. И так дела продолжаются до 66 года нашей эры, когда вспыхивает страшное восстание пошедшее в историю под названием Иудейская война. А что же в это время происходит в Диаспоре? В Диаспоре происходит катастрофа. Она начинается в это время. Вот это самое шизофрения эллинистических евреев, когда с одной стороны Бог Всешный, Всеобщий, и все едины перед Богом, и все ему поклоняются, и Египет хорош, и царь египетский замечательный, мы ему служим, и эллины замечательные, а с другой стороны необходимо отделяться, изучая при этом греческую философию. Вот это все достигает велика катастрофических размеров, вот эта шизофрения, выливаясь в конечном счете в Александрийский погром 1938 года наше. Погром этот был спровоцирован приездом в Александрию Агриппы первого, внука Ирода, которого император Каллигула отправляет в Иудею. Этот самый Агриппо разгульный и блестящий молодой человек, который еле-еле выбрался в свое время в Рим, потому что его за хвост держали долги, должники, кредиторы не выпускали, за него взнес, заплатил его долг в конечном счете брат Филона Александрийского, богатейший человек своего времени, Александр Лесимах. Прибыв в Рим, этот Агриппо пьет вовсю с будущим императором Каллигулой и желает при этом, чтобы его дядюшка император Тиберий скорее сдох. Об этом, естественно, доносит Тиберию. Тиберий заключает Агриппу в тюрьму, надевает на него железные оковы, но после этого тут же умирает. И тогда Каллигула, император, уже достает своего друга из тюрьмы, дает ему золотые запястья весом в эти железные оковы, отправляет его в Иуде. И тот прибывает по дороге в Александрию. В Александрии он почему-то не приветствует должным образом местного губернатора префекта Александрии Египта Флагка и вызывает бешеную ненависть со стороны александрийских эллинов богатством своего облачения и тем, что у них александрийцев нет царя, а вот у евреев теперь будет царь. В результате эти александрийские эллины они ловят местного городского сумасшедшего, которого зовут Карабас и одевают его царем, то есть дают ему тростинку в виде посуха, какую-то тряпочку в виде мантии и поклоняется ему с криками Марин, Марин, наш господин, наш господин по-арамейски. Возбужденные евреи вступают с ними в драку, драка с как бы с наущения и с позволения флага префекта переходит в погром, причем флаг тем самым пытается отмазаться от вины перед Каллигулой, потому что когда-то он помог Тиберию извести маму этого самого Каллигулы. Вина, с которой начинается преследование евреев, они не хотят поклоняться императору как Богу, в синагоге вносят бюсты императора, синагоге разбивают, евреев грабят, убивают, насилуют, сгоняют в одно место типа где-то на берегу, в общем, страшный ужас. Заканчивается это все более-менее благополучно, прибывает в Александрию Центурион, маршем он направляется к дворцу префекта, его арестовывают, отправляют в Рим, там его судят, отправляют в изгнание, а затем в казино. В Александрии восстанавливается статус Кво. При Клавдии, который меняет уже убитого заговорщиками Каллигулу в 41-м году, уже евреи начинают нападать на Эллинов в Александрии, поскольку, опять-таки, Агриппа находится в хороших отношениях с Августом. В общем, все временно восстанавливается, но это тлеющий пожар. Пожар вспыхивает в 60-м году, в 66-м году нашей эры Кесарии. Это также эллинский город, это столица провинции Иудей, где живут и эллины, которые считают себя хозяевами города, ибо это эллинский полис, и евреи, которые также считают себя хозяевами города, ибо это город, основанный царем иудейским Иродом. Они регулярно дерутся. Одна из драк заканчивается так же, как в Александрии, страшнейшим погромом. Евреи бегут к префекту прокуратора иудеи Гесси Флаку, которому они перед этим заплатили взятку. Но он, получив взятку, арестовывает беглецов, сажает их в тюрьму и становится на сторону эллинов. В результате в Иерусалиме уже вспыхивает восстание, вспыхивает сущность война, причем началом этой войны является отказ приносить в жертву животное, которое присылает император, жертву императора. И решающая роль в этой войне, 66-й год, 73-й год нашей эры уже, играет так называемый зелот. Зелота это четвертая секта. с точки зрения Иосифа Флавия, которая возникает в 6-м году нашей эры, когда иудеи становятся в первый раз римской провинцией, и римляне проводят перепись, ценз, для того, чтобы обложить население подушным налогом. Зелоты, естественно, выступают против этого ценза, поскольку по Торе нельзя считать евреев, и поскольку вообще с их точки зрения, и это есть их главная догма, никто, никакой человек не может управлять евреями, но только Бог. В остальном, пишет Флавий, у них те же самые взгляды, что и у фарисеев. Никто, кроме Бога, не может управлять евреями. Они их называют дзелотами, дзелотой, ревнителей, они ревнуют за Бога, ревнуют за Бога, ревнители по-гречески дзелотой, на иврите Канаим. Вот, когда начинается в 66-м году восстание в Иерусалиме, то начинается оно опять-таки как гражданская война, умеренной, во главе с сыном царя Агриппы I, Агриппы II, пытается отстоять мир с римлянами и борется с бунтовщиками, а бунтовщики борются, естественно, за то, чтобы отделиться от Рима и поднять бунт. И в этот момент в Иерусалим входят из Галилеи эти самые зелоты, во главе с неким Менахимом, с сыном основателем секты зелотов, казненным некогда римлянами, которого звали Иуда Галилея и этот самый Менахим склоняет чашу весов на сторону бунтовщиков. Римлян убивает, сторонники мира бегут, Иерусалим в руках восставших, и тогда Менахим направляется в храм в царском облачении всем видом своим, давая понять, что он и есть Машир, Христос. На этом месте в храме на него нападают другие бунтовщики, другие революционеры во главе с сыном первосвященника Элязаром, выбивает его из храма, гонится за ним и убивает. И на этом его приверженцы во главе с неким Элязаром Бен-Яиром бегут из Иерусалима в захваченную ими раньше крепость Масаду на Мертвом море, которая когда-то была дворцом Ирода, и там укрепляется. И сидят там до 73-го года нашей эры, три года после того, как взят Иерусалим, и когда римляне добираются до них, они все кончают жизнь самоубийством, убивая при этом своих жен и детей. Вот я не буду рассказывать вам о перипетии хиудейской войны. Расскажу о том, что произошло позже. Позже произошла еще целая серия трагедий, в частности в 115-117 годах вспыхивает восстание в диаспоре, в Александрии, в Теренаике, современной Ливии и на Кипре. Это три провинции, которые раньше принадлежали Птолемейскому царству, где евреи были абсолютно эллинизированы, абсолютно просвещенные, в общем-то достаточно богатые и почитаемые как даты. Теперь они поставлены в приниженное положение, ибо они не просто как бы унижены поражением восстания веудеи. На них, как на всех евреев, наложен фискус юдаикус, еврейский налог, полезненный и унизительный. Они восстают, и восстание это потоплено в крови. Во всех этих трех провинциях еврейской населения полностью уничтожено, порядка миллиона человек. Это холокост, сущности холокост. На этом кончается эллинистический иудаизм, на этом кончается увлечение философией, увлечение гомером, платоном, дисиодом, все. Увлечение греческим языком. В иудеи оставшиеся евреи, потомки фарисеев, накладывают запрет на изучение греческой премудрости, хахмай иванит. И иудаизм идет совсем другим путем. Собственно, перед иудаизмом оказываются открытыми в конце этой эпохи, в конце эпохи второго храма, три пути. Первый путь – это путь эллинизации. Мы видим, что путь этот ведет в некую шизофренину. Ибо невозможно остаться евреем и при этом эллинизироваться. Можно эллинизироваться и перестать быть эгиптянином. Можно эллинизироваться и перестать быть сирийцем, потому что сириец, который стал эллиным, уже и не сириец. Но евреи пытаются стать эллинами и остаться одновременно евреями. И это некая шизофрения. Это первый путь. Мы видим, к чему приводит он приводит холокост в общем то к тому же привел этот путь евреи в сущности в двадцатом веке второй путь это путь которым пошло уже палестинское еврейство после поражения всех этих восстаний и этот путь ведет к запрету на хохма иванит на греческую премудрость их создание раввинистического иудаизма о чем я с вами буду говорить на следующий и третий путь это путь который предложил апостол павел человек который в сущности создал христианство его идея состояла в том что нет ни эллинов не иудеев не рабов не свободных не мужчины не женщины но все единого христи и об этом пути мы с вами поговорим на следующий лекции все спасибо за внимание ваши вопросы пожалуйста скажите пожалуйста четверовластники о которых вы говорили почему половина царства ирода была а там была обычная 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 картина на колониальном востоке то есть представьте ситуацию когда ирод умирает у него есть завещание по которому он завещает все своему сыну архилаю бездарному архилай едет в рим посылает туда своего риттера любимого риттера и рода николая дамасского который за него выступает убеждает августа утвердить это завещание назначить его царем одновременно прибывает ирод антипа брат архилая и в свою очередь говорит что бездарность не надо его назначать царем давайте меня дальше прибывает по всей видимости фарисеи которые говорят не нужно вообще царя мы лучше будем римской провинции что эти мерзавцы они от них только хуже вот бедный август должен принять решение он принимает соломоново решение вот этому дать пока что половину царства и посмотрим как он управится четверть царства отдать другому претенденту и роду антипе и еще четверть филиппу и там дальше посмотрим ну дальше я вам уже рассказал а вот по поводу или не стической александрии получается там сначала не было и египтян египтяне были потому что кто же должен был топить бани убирать улицы египтянам в принципе эллины относились с одной стороны с почтением как носительным древней мудрости но это прежде всего их жрецы египетские другой стороны с величайшим презрением как быдлу филаха египтяна был держать как можно дальше как можно ниже потому что во первых их ужасно много а во вторых они должны работать в царских мастерских и пахать царское поле как царские крестьяне георгой басиликой царские земледельцы потому что от их труда зависело богатство александрии александрии было необыкновенно богата именно за счет продажи вот этой вот промышленной продукции этого полукрепостного населения впоследствии когда римляне завоевали египет они опять-таки превратили египтян в особую касту то есть любой житель римской римского государства мог стать римским гражданином за определенные заслуги только не египтяне гиптянин сначала должен был стать гражданином александрии и только потом римскому граждану гиптянам запрещали жить в александрии кажется больше двух месяцев после этого надо было отвалить в общем должен был быть термит термит разрешение на работу ваша пожалуй немножко по новой улице и давая проваливать вот таково было положение египтян это не значит что отдельные египтяне не могли выбиться в эллины стать гражданами лица пожалуйста еще вопросы простите пожалуйста можно по поводу вот прошлой лекции задать вопрос пожалуйста рассказывали про то что библеисты по-особенному относятся к пророчествам о христе в ветхом завете то что они считают это это записанное по числом позже то есть не действительно пророчеством или я что-то нет библеисты конечно пророчествами не считают но дело в том что если даже не считать их пророчествами их можно рассматривать как вам сказать либо как некое приписывание как бы христианскими авторами каких-то пророчеств и иисусу а можно рассматривать их иначе можно рассматривать их как тот самый образ ту самую роль которую иисус знал когда вступал на свой путь он знал что он будет делать то-то и то-то и с ним случится тот и этот потому что это было написано в торе да я вам читал стихи пастернахо где собственно это изложено у человека есть некая роль которую он играет я думаю что большинство из нас знает эту роль они не могут не знать подробности они могут быть некоторые несознанки но мы догадываемся что с нами будет да а если мы еще активны и умны и проницательны мы можем догадаться что конец наш будет нехорош да или же наоборот замечать ну вот так вот пожалуйста еще нет больше вопросов если нет вопросов то мы с вами встречаемся как обычно через неделю и я еще раз извиняюсь перед вами за барабанный темп моей нынешней лекции следующих лекций видимо потому что но от меня откусили месяц практически от моего курса и мне приходится изо всех сил гнать все спасибо за внимание до свидание спасибо 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 До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.